Казахстан 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 В 70-х годах прошлого века о сакских курганах, их богатстве и значимости заговорил весь мир. Молодой казахстанский археолог Бекен Нурмуханбетов раскапывает находку века. Золотого человека, ставшего символом не только своей эпохи, но и независимого Казахстана. Причем происходит это историческое открытие совершенно случайно. В июле месяце был сель. Вот это высокогорное озеро, если смыло, была большая катастрофа. Автобазу одну снесло полностью. Машины там, здания. И вот через 6 лет приходит, говорит, нам выделили деньги, отвели землю, мы будем строить новую базу. Требуйте ваше согласие. Приехал посмотреть. И смотрю, там большой курган стоит. Я сказал, пожалуйста, стройте. Но по закону сначала мы раскопаем, потом вы будете строить. Бекен Нурмуханбетов сначала исследует центральное захоронение Иссыкского кургана. И не находит ничего ценного. Раскопки начинают сворачивать. Там рядом с уезжать. А золотого человека еще нету. И вот интересный момент. Вот мой взгляд. Обычно археолог привыкает к месту. Там своя, как это, обстановка, своя аура. Вот санта-беркассет, говорят, есть. Ну, мой взгляд, я этот тот раскоп засыпал, ну, в сторону падает. Я не знаю, сколько времени прошло, но знаю одно. Я попросил бульдезериста, сама говорю, пройдись вот здесь, в стороне. И вдруг выскочил вот такое вот бревно. Самое большое счастье для археолога – найти неограбленное захоронение. Нурмуханбетову повезло. Но в тот момент, когда он только приступает к исследованию Иссыкского кургана, он еще не знает. Эти раскопки начнут новую веху в казахстанской археологии. До золотого кургана исследователи все больше интересуются средневековыми городами, считая, что корни первого государства на территории Казахстана уходят в V-VI века н.э., к эпохе древнетюркских каганатов. Сверкающий воин, которого еще только предстоит поднять из усыпальницы, позволит почти на тысячи лет отодвинуть дату рождения цивилизованного общества в этих местах. Экспедиция археологов Чемкенской области руководит кандидат исторических наук Кемаль Акишев. Однако золотой человек, хоть и самое известное, но далеко не первое сокровище, найденное археологами в сакских курганах. За несколько лет до Иссыкских исследований и за две сотни километров от самого знаменитого кургана на правом берегу реки Ильи археолог Кемаль Акишев занимается исследованием сакских захоронений. Позже они получат название Бешатыр и займут достойное место на страницах истории. Но в 50-х годах прошлого века важные экспедиционные наблюдения сначала появляются на полях путевого дневника Акишева. Больших накодок не дошли, потому что все захоронения были граблены уже. И ему, в принципе, ничего такого ценного найти там не удалось. Сама уникальность самого этого захоронения, потому что это срубное захоронение, и поэтому мы и пошли, вот как бы, предложили вот этот вот проект массификации, это вот показать именно вот систему, как бы это получается культовый комплекс, сакский древний культовый комплекс, именно воссоздать его. По записям Кемаля Акишева, современные архитекторы сегодня восстанавливают первоначальный вид бесшатырских курганов. Вот такой в 1959 году увидел усыпальницу археолог Акишев. Такой увидят ее современные жители после того, как проект воссоздания этого сакского кургана будет завершен. Создать такой курганный комплекс 2500 лет назад могли только очень трудолюбивые люди. Чтобы поднять одно бревно, нужно 14 человек. А тащить их приходилось по нескольку километров. На возведение одного такого кургана у саков-строителей уходил не один месяц. Чисто физически, как это все можно было, это сколько надо было людей, чтобы это сделать, потому что, представляете, это все ручной труд. И все вот камешек к камешку, бревнышка к бревнушку. Горная вот эта вот местность была, лесистая была или нет, это точно сказать нельзя. Но ель, скорее всего, теншанская наша. А как ее тащили по реке Или, может быть, ее справляли, там, зазубрины, специальные, значит, ухватки для того, чтобы тащить эти бревна. Археолог Акишев, первый увидевший результаты титанического труда, понимает сразу. Такой могильник могли возвести только для царя. Но признать, что в этих усыпальницах хоронили правителей, значит, признать, первое государство на территории нынешнего Казахстана появилось на тысячу лет раньше, чем считает официальная история. В 50-х такое открытие ничем хорошим не грозит. На страницах советских учебников история давно выверена и прописана. И после исследований бешатырских курганов ученые начинают широко говорить лишь о быте, верованиях и ритуалах древней цивилизации. Бекен Нурмуханбетов, только обнаруживший боковое захоронение в Иссыке, сразу вспоминает бешатырские исследования Акишева. И понимает, в этом кургане, скорее всего, похоронен важный человек. Поэтому на новые многообещающие раскопки Нурмуханбетов приглашает первооткрывателя бешатырских курганов Кемаля Акишева. Мне теперь остается открыть кровницу, высыпальницу. Но я хожу, хожу. Почему? Потому что я хотел сообщить своим коллегам. Одно дело я привезу завернутое из золота, а другое дело, когда коллеги и археолог увидят, что на своих местах сами будут участниками. Но золотой воин еще долго не предстает ученым во всем своем великолепии. Месяц уходит на то, чтобы полностью увидеть роскошный костюм. Я помню, с головы начинаем обычно. Расчистку с головы. И вдруг блеснула на самой вершине короны золотого человека скульптурка золотого архара. Блеснула. Четыре на конечной копии. Идем дальше. Месяц, около месяца ощущение ожидания. Одно за другой, одно за другой. Вот как можно это описать? Идешь ниже, с головы ниже идешь, счет, кисточкой, счетчиком, носиком тронешь, продолжается, золотишки, продолжается, продолжается. Глиняной посудой, серебряной чашей, бронзовой ложкой, деревянные блюдца. Представляешь? Вот чем ниже идет, чем больше. Каждый день открытие, каждый день, каждый час, каждые минуты новый блеск, новый блеск. Золото и драгоценности, поначалу кажущиеся главной находкой, все-таки становятся не единственным богатством этого кургана. Открывая для себя необычный звериный стиль в искусстве, ученые все больше узнают о Саках и все увереннее говорят о высокоорганизованном и развитом обществе. Рассвет Сакской культуры начался еще две с половиной тысячи лет назад. Люди, населявшие эти территории, поклонялись силам природы, солнцу, ветру, грозе, грому, которые представлялись им в образе богов. Верили, именно к ним после смерти отправляется дух умершего. Предстать перед богами нужно было в лучшем своем облачении. После смерти каждому воздавали по заслугам. Сколько нажил на этом свете, столько и взял с собой в другую жизнь. Чем значительнее статус человека, тем роскошнее обстановка кургана, тем выше земляная насыпь и шире кольцо мингиров, каменных воинов, охранявших дух погибшего. Сравнив бешатырские и исыкские курганы и поняв, что их высота означает статус погибшего, археологи делают следующее открытие. У сакских народов уже две с половиной тысячи лет назад была четкая социальная иерархия. Это общество делилось на слои страты. Это слой элиты, царей, это слой жрецов, воинов и слой бедного, ну, рядового населения. И вот курганы, они очень хорошо маркировали вот эту систему. Бешатырские курганы, царские, это захоронение царей. Средние курганы, это захоронение жрецов, воинов. И рядовые курганы, маленькие курганы, это рядовое население. И вот все вместе взятое позволило говорить о государстве Сака в ЖТСУ. Это было первое государство на территории Казахстана. Золотой воин, который, наконец, во всей своей красе предстает исследователем, становится еще одним доказательством теории о древнем государстве. Мы не смогли сказать, что это царь первые годы. Это сегодня, я говорю. 2500 лет назад была государственность в Саках. А ведь в учебниках, в научных этих штуках принято было говорить, это был первобытный общинный строй. Но и тогда молчать о царском происхождении воина уже не получается. В отличие от раскопок прошлых лет, Исыкский курган во всем мире признают усыпальницей правителя. А может, и правительницы. Версия о том, что прекрасный воин это представительница прекрасной половины человечества, кажется ученым не такой уж неправдоподобной. Сакские женщины пользовались в обществе большими правами. Они участвовали в войнах наравне с мужчинами и могли быть верховными вождями. Самые известные из них и спустя две с половиной тысячи лет. Царица Тамерис и царица Зарина. Еще Геродот писал о том, что завоевать сакскую воительницу дело не из легких. Только победив девушку, отмечал отец истории, юноша мог взять ее в свою власть. Поэтому хрупкий воин из Иссыкского кургана, похороненный с такими почестями, по данным археологов, вполне может оказаться не царем, а царицей. Точнее, принцессой. Почему женщина, девушка? Да потому что там были найдены предметы, которые характеризуют как будто бы связь с женщиной. Там была краска, румяна для щек, там были зеркала. Ну, некоторые атрибуты, которые как будто бы свидетельствуют, что это была девушка. Трудно, к сожалению, вот в этом возрасте установить пол, потому что еще, кроме всего прочего, кости очень плохо сохранились, они были разрушены временем. Поэтому есть мнение, что, возможно, золотой человек это не юноша, а девушка, воительница. Версий и вопросов становится все больше. Охотники за сенсациями гадают. Возможно, загадочный человек, одетый в богатое одеяние сплошь из золота, это сама царица Тамерис. Но исторические источники указывают на другой адрес проживания легендарной воительницы. Две тысячи километров западнее Семеречья, на территории Приоралья. Ученые тоже исследуют цакские курганы, вокруг которых расположился целый древний город. И не просто город, настоящая столица. А если была ставка правителя, то... Несомненно, Белосакское государство. Это мощнейший центр, городской центр со столицей. Мощное развитие производства, коммуникации. Один из них надпись. Свои, в общем-то, видимо, свои письмена. Понимаете? Где письмена? Это высокого уровня развития вот этого как раз коммуникационной системы. Исследуя Чирик Рабат, так назвали город, археологи действительно находят письмена. К тому моменту им уже есть с чем сравнить надписи. Первые доказательства существования письменности Усаков ученым подарил Исыкский курган. Среди вещей, положенных в могилу к Золотому воину, находилась маленькая неприметная серебряная чаша с загадочной надписью. Одни пытаются прочитать ее и определить по языку тюркскому, древне тюркскому, другие на основе иранских языков делают свои, так сказать, заключения, по разным переводят. Ну, конечно, если бы нам точно удалось ученым, естественно, перевести эту надпись, многое бы, наверное, из легенд, из тех загадок стало на реальные опираясь на найденные свидетельства письменности и выдающиеся произведения искусства, ученые смело называют даты. Древнее государство Саков возникло на территории Казахстана в середине первого тысячелетия до нашей эры. Но вопросов все равно остается много. Кто же они, наши первые предки? Откуда ведут свой род? На каком языке говорили? С какого континента пришли на территорию Центральной Азии? Ответы на эти вопросы вполне возможно хранятся в курганах, расположенных в долине Казахстанского Алтая, в Берельских курганах. Здесь археологи раскопали едва ли не два десятка из почти сотни захоронений. Из этих хранилищ времени удалось поднять на поверхность и исследовать мумию царя. Его даже назвали новым золотым человеком и последней археологической сенсацией второго тысячелетия. Берельский царь лежал в окружении лошадей, роскошных предметов быта и оружия. Благодаря климатическим условиям не только вещи сохранились хорошо, но и сами останки вождя. Особенно заинтересовались находкой генетики, ведь появилась уникальная возможность определить по ДНК, откуда ведут свои корни предки, а значит и современный народ Казахстана. Исследования берельских находок до сих пор продолжаются. И ответ на самый важный вопрос «откуда мы?» может быть дан очень скоро. Нет настоящего будущего, это такая расхожая истина, про которую говорят, ну, вспоминают о ней действительно в необходимых случаях, потому что сейчас вот эти кризисные времена не пройдут, наступит стабилизация, и тогда действительно и алматинцы, и казахстанцы, все мы оглянемся в прошлое. Но есть на территории Казахстана и такие курганы, которые до сих пор не раскрыли своих тайн. Как ни удивительно, находятся они в черте крупного мегаполиса на территории Алматы. Бурундайские курганы простояли нетронутыми до сегодняшних дней благодаря близости с воинской частью, отпугнувшей грабителей. Эти курганы смогут рассказать свою историю не только специалистам, но и непрофессионалам. Огромная территория, неисследованные недра сокровищ. Ербулата Ауэзова можно назвать их хранителем. Он курирует создание музея под открытым небом. 102 метра в диаметре, 14 метров, это вот те же пирамиды наши. Просто конструктивно, они не из каменных блоков, очень сложная конструкция, там они не один десяток лет сооружались. Эпоха Саков это такое героическое время. Это вот Геродот, это Тамерис утверждали эту степную культуру, которая имеет право на существование и которая имеет не менее важные памятники, как вот мы видим вот в Причерное море, курган Салоха, толстая могила, или допустим вот Исыкский курган, Берельский курган. Земляные насыпи, некоторые из которых достигают размеров пятиэтажного дома, можно назвать курганами государственной значимости. В черте Алматы находится 47 царских усыпальниц. За будущее этих памятников уже можно не переживать. Их надежно отгородили от возможных грабителей. В неразграбленных курганах археологи еще могут найти новые удивительные сокровища. Вожди сакских племен, схоронившиеся в черте крупного современного мегаполиса, еще не открыли своих тайн. Вполне возможно, что на Бурлдайе мы найдем еще десятки вот этих золотых человек. Я говорю, вполне возможно. Потому что, ну, самый большой курган, даже по размерам, большой курган, находящийся в центре, 102 метра в диаметре, высотой 14 метров. Это сейчас, после, который имеет историю, две с половиной тысячи лет, а какой он был, в общем-то, во время создания. Заняться раскопками бурундайских курганов не против Эбикен Нурмуханбетов, первооткрыватель золотого человека. Оглядываясь назад, археолог понимает, как много оставили современным казахстанцам предки и как много еще предстоит сделать. Исыкский воин, ставший символом целой страны, лишь подтолкнул ученых всего мира к поискам исторической правды. Изучая сакские курганы, с каждым слоем земли археологи открывают новые слои истории. Архитектурное и культурное наследие Казахстана необычайно богато и насчитывает не одно тысячелетие. А археологические памятники представляют для ученых всего мира не меньше интерес, чем классические древности Рима. Находки, извлеченные из недр сакских курганов, отодвинули начало казахстанской истории почти на тысячу лет вглубь и поставили сакское государство в один ряд с такими древними цивилизациями, как Ахименицкий Иран, Древняя Греция, Ханьский Китай и Хорезм. И вполне возможно, новое открытие у ученых еще впереди. Казахстанская земля богата не только нефтью и всеми элементами из таблицы Менделеева, но и своими историческими сокровищами. Истина где-то рядом. Нужно только ее раскопать. Редактор субтитров А.Семкин